ребятки всем привет с вами александр мир южского периода тот что alive живой у нас на самом деле не так уж времени прошло довольно много между предыдущим видео и этим прошла уже помню для меня чуть ли не недели но игра играл я просто мало у меня не было времени только по ходу полчаса на работаю по ходу там полчаса с работы примерно вот кое-как за это время даже успел посмотреть видосы game by gaming бивера и кое-что себя для боевки в общем-то изучил так сказать сейчас мы прокачаем динозавров которых у меня уже насобиралась вот моя коллекшн есть парочка новых существ которых мы сможем прокачать ну и немножко улучшим свою команду и потом еще конечно же подеремся в конце видео то есть это видосик у нас примерно полчаса на еще есть записывал это видео забыл микрофон включить приходится вот заново полчаса тратить чтобы озвучить так и первое существо это у нас трицератус это редкий динозавр да не такой нубский как он какой он каким у нас был в мире южского периода это довольно крутой динозавр трицератус у него из-за того что он редкий у него есть три удара и все они имеют паралич ну шанс паралича на седьмом уровне 1500 на 483 так а ну-ка ну да 1550 на 483 скорость маловато 116 20 брони хорошо и 5 процентов шанс критического удара 15 33 и 75 шанс паралича у всех троих удара то есть этими отличаются все трицератовцы у них у всех удары с параличом вот даже качнул на восьмой уровень ребятки показатели у него теперь вообще бомбические должны быть так escape лучше не нажимать давайте глянем на его кореша и неозавра сравнимых шестой уровень так седьмой уровень вот удар уже я вижу посильнее удары посильнее но скорость чуть-чуть меньше брони панда там 10 там 15 но по ударам он уступает по ударам 10 и 33 процента у него нет третьего удара который дает 75 процентов шанс паралича а это это ни с чем не сравнимо это намного круче два удара надо его исключать из команды сейчас и заменить на трицератовца ну вот ну хотя не такая боль не подождите ну примерно плюс минус то же самое критика 5 процентов броня 20 давайте его заменим главное все-таки удар этим и отличается редкие существа от легендарных от обычных не не жизнью и здоровьем а именно ударами дополнительными удары которых и у них есть у легендарных получается чтобы у четыре удара или у эпиков если у редкого уже три удара у обычного два удара есть еще пассивные умения об этом позже так у нас теперь день на дайнахейр очень быстрый 130 это один из самых быстрых показателей скорости 130 но мало жизни большой удар также как и в игре мир южкова периода кроме тире зинозавра который у нас танк они дэмагеры здесь у нас он тоже дэмагер не знаю каким здесь будет именно тире зинозавра скорее всего таким же но похожим так на 5 уровень хватило его качнуть удар неплохой но жизни мало и у него есть двойной удар это очень хорошо как для обычного динозавра но походу в команде ему пока что места нет слабый уровень есть тот же 30 рада сбьет 500 так афио кодон тоже довольно шустрый мнение а соврал не шустрыми скорость 110 на нее есть удары которые пробивает броню то есть это в общем то все эти удары нужно четко помнить всех своих 6 динусом наизусть помню все их не удары но шанс критики очень большой 40 процентов на скорость слабая так жизни побольше ну да надо и нахер и менять как-то наверно не хочется так велоцираптор с какая скорость 132 чуть пошустрее но по моему гейминг бивора было 128 вообще не знаю право правильно я запомнил или нет но вот этот у него двойной удар панчи паунчи это вообще жесть короче наказывать можно и тебя могут наказывать raptor страшная штука так теперь димитродончик вот он он пошустрее должен быть афио кодом медленный димитродон были тоже медленность 13 брони нет критики пять процентов что-то он такой нехти димитродон честно говоря мне не нравится но есть удар пробивающий броню и уничтожающий щит полтора удара урон ну а но у него и это он редкий у нас да получается он редкий у него есть дополнительные удары ништяки бонусы идем дальше так кого кого будем создавать кого будем качать так ли тронокс такой нас древний древний тиранозавр так сказать вообще дохленький пока что давайте качать сколько мне тут 1000 1000 из генов да ну нормальным сможем его качнуть хотя он обычный скорость полное говно как вы видите 104 честно говоря как качать его смысла нет ну на пятый уровень есть вообще вы можно и бросить его вопрос еще пригодятся ли его клетки для чего-то у него не брони нет ни критического удара это мой мусорный динозавр ребятам даже больше наверно не буду его собирать так и у контр-атака а вот чем его прикол вот 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 ребята у него есть пассивный удар контратака то есть но его удар можно практически удваивать но это тоже не спасает если у него удар был хотя бы 400 но интересно интересно он на каждый ваш удар делать контратаку есть вообще-то такие гибриды и голой и вот у легенда легенда мира динозавров это аллазавр один из первых представителей умных и больших хищников ну там до него были всякие монолахозавры так что он был довольно крупным до большой такой один из первых крупных хищников так давайте посмотрим на сколько нас хватит его качнуть удар мне уже него нравится крит 20 процентов но он жутко медленный очень очень медленная тварь так 1600 на 560 вот если у него был ответный удар я бьёна раю команду включил на четвертом уровне смотрите какие показатели не кисло пробивает броню о это место афиакадона да может пригодиться по скорости там разница небольшая но хотя он еще медленней скорость очень большую роль играет в сражениях мы уже кстати на четвертом уровне еще чуток и перейдем на 5 димитродон джен-2 кстати разница между джен без джен и джен-2 это динозавр джен-2 это просто генетически модифицированные не гибриды ну типа добавили там гены жабы или еще чего-то там не хватало добавили или как-то по-новому смиксовали их ну ничем то есть джен-2 никак не говорит что он лучше вот это у нас обычный джен-2 он не лучше чем обыкновенный в случае с пурзавром пурсозавром так наоборот то есть джен-2 это обычный а без джена 2 это редкий это редкий так что на джен-2 вообще обращать внимание не стоит так и тут пытался прочитать что там написано ну короче ничего четкого сказать вам не могу погнали дальше вот этот собственно грамм пурру пуррусом пурру завар блин пурру завар джен-2 и он как видите обычно чё не тут 1200 сколько-то у меня геночка то есть ну вот и все до лет довольно редко попадается нельзя сменить и вот этот удар когда динозаврик то начинает светиться не знаю что что он означает то ли как бы какая-то слабость то ли еще что-то фиг его знает в общем-то джен-2 влияет на расцветку пурру заваров в нашем случае возможно еще какая-то там местная адаптация связано с каким-то камуфляжем ну насчет этого не и не совсем понял то ли он может менять камуфляж то ли просто он отличается раскраска это своего обычного без джен-2 предшественника фиг его знает погнали дальше так пара за орлов есть у меня еще ну тут да как бы пишите ребята в комментариях вот кто из моих динозавров которые уже есть крутой кстати вот кулазуха редкого собрал как мне команду стоит модифицировать я еще все-таки учусь дам так что мне нужна ваша помощь подсказывайте сила удара хорошая но он все-таки редкий и это хорошо так вот мы достигли 5 уровня и вот максимальное количество очков которые можем получить за выстрел в яблочко это 15 на обычном динозе было у меня 14 а в самом начале нас вообще 13 то есть нужно прокачиваться нужно побольше драться побольше всего делать чтобы было легче собирать гены динозавров теперь я как бы за один раз смогу собирать больше динозавров еще инкубатор level апнулся у меня меня восьмичасовые инкубаторы есть ну точнее может и больше но я еще пока не видел и вот это вот идиотская надпись вот взяла и заключила короче уже такое было не раз были на вот не ну не могу его закрыть надо перезапускать игру ребята такая вот лажа бывает щит хэпенс ну в общем то перезагрузилась игрулька ребятки можем дальше продолжать так следующий наш кандидат зухамин качаем сразу так 1500 на 400 стандарт скорость неплохая 124 шанс крита малой брони нет есть еще у нас немножко очков можно оставить есть удар с кровотечением так вот наш чем у нас тут по афио к дону 1300 440 проникающие удары и пассивное умение снимает негативные эффекты да давайте его еще качнем ну главная его фишка конечно проникающие удары вот эти потому что скорости в нем мало так ну да зухус которые клетки нам нужны для гибрида потому его как бы особо вкачивать наверно нет смысла но у него хорошая скорость удар сильный хорошая скорость жизни маловато крит тоже небольшой пять процентов но все-таки он есть так и дэмидж инг увеличение урона на 50 процентов так и гибриде у меня 8 левела так давайте заберем ячейку инкубатора 44 монетки 5 шприцов клеточки обычные и клеточки две всего лишь редких редких про цараз про царазавра на прото царазавра или как там его не успел почитать и пойдем пойдем по сражаемся ребята так арена 1 никто у нас тут попался димитродон гибрид кулазух и и трайк берем кулазуха он больно бьется довольно шустрый так и первый удар у нас запрещает критические удары у противника так нам прилетела четыреста сорок семь теперь давайте ударим его мощно и уменьшим его удар это очень хорошая штука distracting strike и всего лишь нам прилетела 149 вообще ни о чем но вот у нас наложился вот этот эффект но я не знаю что делает когда мы покраснели вот что это за эффект ребята как он работает вы в курсе то есть по нам просто урон больше начинают прилетать или там еще что то есть давайте снова крит ему блокируем но прилетела все равно не кислая 559 хорошо что не крит это был и добили так ждем нашего следующего противника появился димитродон но походу мы быстрее это круто обнуляющий удар скажем тогда так ну у нас сиди нас и быстрее то есть это по идее будет легкий бой противник 6 уровня берем 30 ратопса будем его контузить и парализовать и прочее дело так сколько там 15 процентов до или 10 15 процентов шанс потом 33 процента и 75 вот наш хоть то второй удар ну потому что я его и так добью не буду использовать свой супер удар к так сказать на кого ты сейчас подменишься на апатозавра апатозавр это танк он и в мире южского периода здесь этот танк но мы его сразу можем парализовать еще и критический удар ему нанесли в общем то ну тут все в ажуре все в шоколаде ну подменяться до особо смысла нет то есть у него апатозавра бронежь походу нет потому можно его и поконтузить так декларейтинг импакт и мы можем его еще 33 процента шанс парализовать так чем тут два раза нас протоковано и парализовали его еще раз ха 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 очень даже круто он подменился на пурзавра пурус пурзавра пурзавр у него есть броня и мы его снова парализовали еще раз можем парализовать ну давай 75 процентов все-таки а паралича нет то ну вот он пропустил удар были выжил а под паралич прикольно просто его тут загнобили так сказать три саратов сам он опять подменился но мы все равно такую первую мишу вот и все вот так вот закончится наш первый бой еще мы сделаем два боя ребята короче вообще в вегас что-то у меня жутко вылетал пришлось отдельно включить видео отдельно включить чистый проект вегас еще ерундой страдай короче это видео мне заняло полтора часа но идет полчаса я его снимал и час озвучку к нему делающим теперь монтировать его надо рендерить и заливать жесть какая-то просто неадекватная трата времени ребята так ну ладно давайте будем смотреть так у нас тут 5 клеток тирекса и 15 каких-то редких прикольно тире кстати здесь самый сильный демагер если не ошибаюсь у него самый сильный удар он там за косарь заваливает на уровне 15 примерно так ну а мы погнали у нас еще два боя на это надеюсь а теперь запишу последних там 10 минут без перерывов 1 5 перезагружался мне вегас точнее вели вылетал пришлось переозвучивать жесть вегас конечно нестабильная штука особенно когда-то много файлов еще которых там нету как-то жесть как работает так и не азавра и мой любимый кул азавр я часто сниму на начинаю давать его долбанем сильно и снизим ему удар так он подменился подменился на у него удары с кровотечением зухомима есть но мы его уменьшили атаку это хорошо и давайте заблочим мог крит 197 вот он кровотечение нам дал мне нравится кстати зухомима воевать тоже кровотечение штука прикольно она три хода длится на нам не больно честно говоря здесь никакого преимущества антиби над хищниками нет но в этом даже есть прикол то есть принципе динозавры все равны о о о о о о о раптор это просто просто жесть какая ребята я его жутко ненавижу позитивные эффекты да нифига у него не надо было честно говоря вот это атаковать у него позитивных эффектов никаких нет а ну принципе я может рассчитывал то что не убьет за один удар так берем нашего гибрида и давайте долбанем его увеличив себе урон но он опять же нас просто протокует эта штука очень бесит он подменился это было глупо как по мне он бы сейчас атаковал а после замены атакую я и давайте паралич ему сделаем если он опять подменится обратно не не подменялся надо было паралич таки сохранить оставить на следующий ход но опять же raptor сейчас появляется сейчас по моим он подменится обратно на raptor да и он опять быстрее меня опять будут атаковать давайте подхиляемся это хил нам позволяет сделать как бы внеурочный удар то есть хотя мы хотя подожди скорость на моем старт она была на тот момент так ну я живой я живой но ненадолго так раптор блин жизнь имба у меня была такая ситуация с раптором который меня один раптор убил троих моих противников просто они у меня все были dinos и медленней и он за один удар просто их поубивал вот этими ударом своим а поучили как там называется вот этим ударом до паунс это типа когти да по идее ну слава богу его завалил это афио к дон молодец ну раптор спорта два удара один обычный один с двойным уроном этот удар данным уроном мы просто ваншотит на вот такие дела так давайте глянем на таблицу лидеров смотрел геймбера там что-то в районе 2 800 и здесь гибриды 20 такого уровня то есть это ребята задротит жестко задротят при том новых их в эмуляторах потому что как бы естественным путем так столько конечно фиг на собираешь ну честно говоря это тоже не просто вот я как бы тоже играю на эмуляторе нового никакого преимущества у меня от этого нет потому что у меня просто нету времени сидеть задротить но честно ради правды хочется сказать что и в допустим чем больше у вас город тем больше там динозавров то есть в каком-то селе небольшом у вас будет просто негде ловить динозавров по факту и выбор будет плохой потому так как буду очень жители не там больших городов америка например там намного больше динозавров и это несправедливо с одной стороны так что в принципе я к игре на эмуляторе отношусь хорошо главное что там не ну не знаю не задротит что ли сильно потому как бы просто переселиться в какой-то город и там соберут динозавров не вижу ничего там плохого так у нас на вторую арену вот смотрю нужно 500 очков то есть один бой мы можем перейти на следующую арену давайте сходим хоть у нас и все ячейки инкубатор заняты и как-то нельзя отказаться от какого-то из этих заданий это плохо его какой-то она обычное задание выбросил обычный инкубатор а вдруг нам попадется какой-то легендарный это будет очень обидно так нас там был совет какой-то типа если вы часто проигрываете собирайте днк наверное прокачивайте своих динозавров и что еще заметил здесь как бы не играет роли то есть какие у тебя команды по мы здесь можно команду играть и вот не баланс но это смо может быть вся команда разношерстная потому что уровень твоих противников зависит от того сколько у тебя кубков они от того какие у тебя динозавры по моему так эта фигня работает она подбирает тебе противника по по твоему месту в турнире по кубкам по монетам почему она как-то называется в этой игре вроде так кстати а этот противник с реставрации бы мне попадался уже неоднократно у него есть раптор вот если мне память не изменяет и у него сейчас будет раптор это будет пипец я прав так чего не нужно нужно блокировать либо крит либо дэмидж урон ее дэмидж урон лучше но он сейчас мне все равно пора такой же это он чем не дик ли за так сделал вот это ненавижу этот удар косарь и я ему дик ли за так подождите у раптор это часом не пассивная обилка такая уменьшать урон противника ну раптор здесь конечно имбический если его вкачать сильно он он хорош среди обычных диносов он точно один из топов 270 так это хорошо а я его пробил я его пробил так тебе надо гаденыш такой хватит меня терроризировать так димитра дончик я быстрее это круто значит я могу его продамажить могу принципе поесть вас динозавр какой-то быстрее то вы можете подмениться и ход останется за вами у него иммунитет так но мои диноз и быстрее можно брать зухича кровотечение ему например прицепить вот это прикольный удар мне нравится как в монстр legend так bleeding еще ему бы этот как бы бёрнинг поджечь бы или отравление какое-то но это отравление конечно здесь ни у кого нет хотя нет почему есть же много существ такие как комодский варан да который может просто слюдной своей ядовитой заразить то есть она по факту не не ядовитая да ну там куча всяких бактерий хотя по моему по последним исследованиям доказали что у комодского варана есть как ней нейротоксины какие-то в слюне не просто бактерии но и нейротоксины так наш противник долго думает и я его съел прикольная так азухича дан так руками активно работает и вот эта моделька классно очень нарисовано здесь и очень не эта моделька они помогут точно такая же моделька в джурасик world evolution вот очень похожи к он даже по раскраске по цветовой гамме так тройк нас атаковал не парализовал это хорошо можем подменяться можем не подменяться афи акадон так у тройка и же броня да можно пробить броню паралич не прошел у нас и мы у нас иммунитет кстати к чему параличу блин надо почитать афи акадона что там есть пробиваем броню вот эти паузы не понимают что они тупят якобы удар свой выбрал часто такая тупизна идет ждать надо ждать до чего я ради он светится ready так у нас идет обычный минор минорный станет атака станет удар и вот все пробиваем его хотя не надо было этот удар используя даже но это последний наша победа давай ожидание ужас смерти ожидание смерти пробил нас таки гаденыш и меняюсь на три сиротопса и просто его добиваем ну давай давай кстати когда вас динозавры с одинаковой скоростью вот у меня уровень же не играет на скорость то здесь чистый рандом кому как повезет бывает такое что везет кому-то четыре раза подряд я смотрел геймбивера у него тоже были два динозавра с одинаковой скорости и противник его атаковал раз за разом это было печально такие нам открылась вторая ребятки локация так чё нам иритатор джин-2 иритатор кстати 11 динозавров которых ее можно вы только выиграть их нельзя найти не знаю именно джин-2 либо не джин-2 но такая фигня есть иритатор это эксклюзивный динозавр то все верно это его можно собрать на второй только арене так вот здесь появилась эта кнопка я смогу закрыть это невероятное предложение которое прошлый раз не смог пропустить так ну на этом ребятки вы уже походу будем заканчивать в следующем серии будет наша новая арена и это вулкан извергающий который будет мера в мире южского периода ставим лайкос и до скорых встреч всем пока и